так всем привет сегодня попытаемся пополнить карту от озона озон карт платежной системы mastercard начнем с того что зайдем в это приложение при нажатии пополнить карту есть несколько вариантов но так как нас интересуют только наличные конкретно меня я искал способ пополнить именно наличными есть способы через другую карту через быстрые платежи по банковским реквизитам даже есть по киркоду важной информации я знал что этот озон карт называется рнкоплатежный центр но про наличные ни слова здесь нет если поискать по интернету есть несколько вариантов как это пополнить насчет безнала пополняется от 3000 выше с любой карты тогда комиссии не будет до 3000 будет комиссии и как-то пополнялся сбера через карту 3000 ложил никакой комиссии не брали все нормально но именно мне нужно наличные с наличными проблемы не так не пока не смог разобраться во первых я написал в саму техподдержку газон карт на что мне ответили что можно пополнить в любом банкомате и вообще на сайте на их не тоже это читал который поддерживает карта mastercard именно и типа систему money send то есть нужно еще найти банкомата это поддерживает но ближайшим банкомата у меня сбербанк я пошел туда ничего там не нашел так как я пополнял яндекс карту этот способ не помог через платежи я решил написать сам сбербанк хотя как раз мне посоветовали в техподдержке обратиться в банк в котором я хочу это сделать написал я в сбер там техподдержка ответила что они не пополняют сторонние банки карта сторонних банков то есть как бы то что я там яндекс деньги пополнял может быть это не считается конечно банком фиг знает почему я смог это пополнить но здесь начинает не ответили чем сбербанк в этом случае показался не очень приветливым и не помог мне по крайней мере тех поддержка которым не отвечала я пробовал там поднести саму карту он не пополняет через платежи как она на яндекс картах тоже не помогла и сама техподдержка тоже ничем ответил ты решил эти банкоматы которые поддерживают мастер карт на сайте мастер карты есть эта карта ближайшие два банкомата один по номер 85 это кс-банк который у нас закрыли в том году и вот есть 86 ростельхозбанк вот к нему попробую завтра сходить ради интерес посмотреть этот процесс хотя уже где-то я читал что в любом случае будет как комиссии перед пополнением она будет написано можно выделение банков каких-то ложить там по моему тоже какая-то комиссия тоже нам в общем я так и не уверен что вообще можно без комиссии наличные положить пока сходим банкомат и выясним сколько же там будет процентов комиссии больше ничего я выяснить не смог из техподдержки было лишь указано что за операцию берется комиссия от системы money send на это про банкомат про банки они ничего меня писали так что ждем завтрашнего дня попробую потом продолжим видео так продолжаем эпопею с пополнением карта зон наличными картами дошел до ростельхозбанк до банкомата там можно считать карту эту но она не дает пополниться только снять наличные оплатить или бездет перевод но еще баланс посмотреть больше других функций там нет с пополнений но там и не было значка этого money send но карта мастеркарта как бы принимает куда еще идти ближайшие места я не знаю то есть чтобы эту карту пополнить вам нужно либо другая карта но зачем вам карта если у вас есть другая карта из чисто из-за 5 процентного кэшбэка на такой себе это он не на все во первых какие-то даже кэшбэки с обычных покупок там идет полтора процента эти баллы которые приходят от азона вы сможете потратить не на все товары в озоне только лишь с премиум подпиской либо на определенные товары что много ограничений всяких и но в остальных случаях чтобы просто эту карту завести и ложить на нее наличные это очень сложно я не знаю для кого общего придумали зачем эта карта нужно так и не смог разобраться будем считать что эта карта на всякий случай чтобы было так как она без оплаты за обслуживание теперь понимаю почему либо с пополнением но трех тысяч без комиссии через карту идти куда-то в банк с этой карты чтоб только и пополнить при условии что рядом нет никаких банков такой себе если сбербанковский банкомата это не принял думаю что и самом банке максимум можно будет с комиссии пополнить либо тихо нити альфа банк какие там еще раз сельхозбанки куда еще идти возможно кому-то связном или евро сети можно это сделать потому что она похожа по структуре на карту кукурузы которая пополнялась с примерно таким же образом опять нужно идти в какой-то торговый центр чем максимально удобная карта никому не советую так все-таки решил я еще попробовать испытать удачу в пополнении наличными карту от озона пошел ближайший торговый центр там показывалось что там можно мастер-карт карты пополнить нашел там несколько банкоматов дошел сначала к втб там можно считать в общем при пополнении и по полу то лично при пополнении пишет что я решил короче сотку пополнить для теста со 100 рублей пишет 20 рублей комиссии в принципе из всех вариантов которые потом не возникли этот был самый оказывается дешевый то есть со 100 рублей 20 рублей 20 процентов комиссию получается если правильно посчитал ну на 20 рублей 100 рублей вот потом пошел соседний банкомат они там все рядом стояли альфа банк альфа банк не больше всех удивил но не в лучшую сторону при пополнении 100 рублей он пишет 90 9 рублей комиссия то есть 1 рубль пополнится из 100 рублей это вообще самый жуткий способ пополнения круче на ртоп киви терминал какие-нибудь потом там был еще газпром но там нельзя было пополнить но я решил хотя бы вообще посмотреть и функции есть но там даже проверить баланс стоит денег каких-то то есть если даже по баланс стоит платно то скорее всего и банкомат с газпромом с наличным тоже будет комиссию брать но не выяснил какая был еще банкомат от тинькова у него были больше всего надежды выглядел более современ чем остальные он считал карту позволил пополнить но ни в какую не принимал купюры я попробую несколько раз разных купюр ни одно он не принял видимо вообще либо их не пополняет эти карты либо не знаю в общем пин-код он спросил все пропустил дошел до момента с пополнением денег принял деньги почитал их и обратно выполнил сказал что типа не распознанную купюру чем чем дальше всем интереснее не знаю вообще смогу ли я пополнить наличными эту карту без комиссии пока самый дешевый вариант это боль втб банкомат с 20 рублями от 100 но какие там будут дальше комиссии от более больших сумм я не знаю не стал пробовать осталось от сбера я пробовал вообще ни в какую не принимает ну конечно от сбер тоже разные банкоматы будет не знаю альфа-банк бешеной комиссии втб более менее тинькофф не принимает наличный газпрома который еще принимает наличку поискать пока на таком этапе если еще куда-то продвинуть до запишу этот ролик а если нет то на этом закончу всем пока